Ииии всем привет ребят, с вами в Старбаке, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговору и тематике, а именно обсуждению нашего замечательного нового ивента, который уже стартанет на этих выходных. Это 1 апреля и это тот самый праздник, который всегда пользуется спросом и интересом в нашей замечательной игре, если вы ждете его так же, как жду его я, обязательно поддержите данный видеоролик лайком, не забывайте так же подписываться на мой замечательный канал. Ну а мы сегодня вместе с вами разберем 3 последних года 1 апрельских, посмотрим, что же у нас было на предыдущих годах, ну и я предположу, что же у нас будет в этом году на этот замечательный ивент в нашей игре. Начнем с 2020 года, здесь у нас ивент стартовал 1 апреля и продлился аж до 6, то есть 6 полноценных дней, а нет 5 полноценных дней. У нас был праздник, были повышенные фанды, а также были золотые ящики с сюрпризами, состав которых был из повышенного кристального дропа, из двойных голдов, когда у нас типа там происходит ошибка, из премки, ну и бомбачек. Так же у нас дополнительно были коинбоксы в продаже, и это тот ивент, на котором все это дело происходило на карте Губаха. Плюс еще и дополнительно даже были у нас скидки с 3 по 6 число, ну и выгодные специальные предложения. В принципе было очень атмосферно, сам помню этот год, помню эту Губаху вкусную, и помню как мы ловили голды, когда Тёма просерил 50-ку вкусненькую, а тогда еще 50 тысяч кристаллов, это было довольно-таки солидно, и он был очень сильно расстроен, но тогда он ее увидел. В 2021 году Пасха совпала плюс-минус с этим ивентом к 1 апреля, и все это дело у нас началось уже с, получается, 26 числа по 5 апреля, и был первый у нас ивент вообще связанный с как раз-таки Пасхой, и второй ивент у нас появился с вкусненькими голдами на, получается, трибьюте, молотове и тишине. Рандомный золотой ящик с очень веселым содержимым. Также у нас, что тут у нас было еще, что тут у нас было еще, скины какие-то здесь, новая анимированная краска, коинбоксы, премиум, обычные и редкие краски. Так, специальные предложения здесь были интересные, которые можно было тоже приобрести и все дело заформить. Коинбоксы тогда тоже у нас появлялись, появлялись вместе с коинбоксами у нас дополнительно еще и супермиссии, ну и в целом это тот праздник, когда у нас падали еще и яйцовые голды. То есть у нас там еще были яйцовые голды, которые тоже были своего рода такие довольно-таки атмосферные, плюс еще и скидки были тоже ко всему этому делу. Ну и в 2021 году, ой, в 2022 году у нас 1 апреля было так же, с дополнительными скидками, с голдами, с всем тем же содержимым, что и в 2020, еще и с моментальным зарядом овердрайва. На тот праздник очень много падало 50-тысячных голдов, это был первый ивент, когда этих голдов падало такое большое количество, да, до этого я не помню, чтобы я вообще хоть один ловил, а на этом ивенте, если я не ошибаюсь, я поймал либо 3, либо 4 50-тысячного голда. Ну и плюс, вы знаете, что это лучший праздник для фарма халявной премки, для фарма премки, которую можно, ну, не кисло так насобирать, да, поэтому неспроста все игроки в нашей игре ждут именно этот праздник, чтобы зафармить премку, зафармить дополнительные кристаллы, ну и плюс, ко всему прочему, в дальнейшем неплохо так прокачаться. Также у нас были специальные предложения, увеличенные фонды и опыт, ультраконтейнеры, коинбоксы даже еще были год назад, ничего себе, ну и специальные дополнительные миссии. Я на тот праздник точно помню, что больше всего играл как раз-таки на плато, на плато тогда ловилось очень вкусно, и, ну, если честно, я не помню, сколько много я там поймал премки, но в любом случае это было довольно-таки неплохо. Что касаемо данного праздника, будет ли у нас скидки? Я думаю, что шанс на это есть, да, но небольшой, но небольшой. Но, исходя из последних лет, почему-то эти скидки, кстати, были. Я хотя как-то особо не обращал внимания, чтобы у нас на 1 апреля были скидки в игре, но тут их делали и делали в большом количестве. Просто, если поразмыслить, то у нас в этом году, в начале апреля будет еще День Космонавтики с мини-игрой дополнительной, потому что у нас есть уже скины, которые приурочены как раз-таки к этому празднику. Также у нас будет еще Пасха в апреле, да, и поэтому, если у нас будут скидки сейчас, то у нас будут скидки еще сверху на Пасху и на День Космонавтики. Получается, что у нас будет очень-очень большое количество скидок, чего, ну, скорее всего, в нашей игре не должно быть. Да, если и появятся эти скидки, то они будут, понятное дело, 30%-ные, но, по сути, да, 1 апреля это не тот праздник, на котором делается акцент на скидки, да. На этот праздник делается акцент как раз-таки исключительно на вот эти вот вкусные золотые ящики. Да, все ждут именно эти голды с повышенными шансами выпадения и с премиум аккаунтом, да. Даже эти кристаллы особо, ну, не ценятся, да, как ценится премка, которую можно очень и очень неплохо заформить на свои аккаунтики. Поэтому, в моем понимании, скидок может и не быть, да, скидок может и не быть. Кто-то, конечно, может их ждет, но для меня лично это чисто голдовый ивент. И это тот ивент, который меня лично заставляет и мотивирует ловить эти голды очень и очень много, да. То есть, если, ну, любой другой ивент, ну, я думаю, что не может даже близко сравниться с этим ивентом, да, и с интересом ловли этих золотых ящиков. Я думаю, что вы со мной в этом плане тоже согласитесь, что это один из немногих ивентов, на которых реально хочется ловить именно эти голды. Ну, и я думаю, что в этом году дроп у нас останется ровно такой же самый. Ничего у нас в этом плане меняться не будет. Иначе, ну, какая может быть атмосферность у нас первоапрельского праздника? Ну, какая? Иначе у нас никакой не может быть заинтересованности в этом ивенте. Да, а, ну, уже на протяжении, ну, долгого периода времени, да, больше пяти лет так точно у нас всегда на 1 апреля есть эти самые золотые ящики, есть эта атмосферность, которую все так сильно ждут в нашей игре. Ну, и в этом году, я так понимаю, что этот праздник как раз-таки продлится на 3 дня и стартанет с 31 числа, с пятницы и продлится как раз-таки до воскресенья, то есть 31, 1 и 2. Второе, 3 дня у нас будет возможность половить эти вкусные золотые ящики. Ну, и постараться поймать как можно больше премки. Я пока что еще даже не решил, на каком аккаунте я буду ловить на основе, либо на бездонате. Ну, скорее всего, наверное, на бездонате я ловить не буду эту премку. Посмотрим, конечно, что там еще будет, будет ли там овердрайвы в этом режиме или не будет, потому что в прошлом году я точно помню, что этот режим был с оверами. Я даже свои там оверы юзал, чтобы ловить эти голды. Поэтому посмотрим, что будет у нас в этом году, насколько будет это все дело интересно. Я, конечно, бы ждал бы платошечку. Платошечка была прям безумно крутая. Эта карта вот одна из немногих, которая для меня лично является, ну, одной из самых атмосферных карт для подобного рода ивентов, да. То есть, что Хэллоуин, что 1 апреля, плато, это вот просто, просто бомбочка, просто бомбочка. Идеальная карта для таких ивентов и для ловли золотых ящиков. Мне она безумно нравится. И я надеюсь, что в этом году она тоже у нас будет, да. Что касаемо других карт, которые были у нас в прошлом году, полигон, будущее. Ну, это типа такое, я на них даже, мне кажется, вообще практически и не играл. Чисто платошку пикал. А, ну, было еще немножко полигона, немножко полигона, помню, да. На будущем вообще не катал. Поэтому плато в этом плане выглядит максимально вкусно. Пишите, что вы думаете по поводу 1 апреля. Ждете ли вы этот долгожданный праздник, так же, как и я? Если да, то обязательно поддерживайте данный видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну, и, конечно, не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов. Прямо сейчас такой розыгрыш у нас имеется. Для этого оформляйте мой тег, спускайтесь в описании, заполняйте форму. Ну, и, в принципе, в описании вся информация тоже по этому поводу имеется. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok